здравствуйте дорогие друзья итак недельная глава трума и давайте копнем глубже хорошо здесь говорится сделайте мне святилище я буду пребывать среди них и после этого было 15 видов материала которые нужно пожертвовать для строительства мешкана переносного храма и выясняется что больше всего нужны две вещи которые все время повторяются это золото и дерево шиким ковчег сделан из дерева шиким покрыт золотом стол сделанный жертвенных стены скинь и так далее но к сожалению золото было сделано еще если вы обратили внимание еще и золотой телец для изготовления храмовой миноры которая символизировала что божественное присутствие прибывает среди народа израиля маша бросил в огонь золото и светильник возник сам собой как происходит как происходило с тельцом рон говорит я спросил кого золото они сняли далее бросил в огонь и вышел телец обратите на это внимание не просто одинаковый материал метод изготовления литье одинаковое цельное вторым основным материалом шиким шиким похожая история творец подчеркивает что для храма подходит только дерево шиким а что особенно в этих деревьях еще несли с собой где первый раз в торе вообще упоминается что-то это всегда в корень там где слово шиким употребляется это в торе это неприятное событие в конце недельной главы балак говорится и жил израиль в шиким и стал народ блудодействовать таким образом золото скиньи было искупление греха золотого тельца а деревья шиким искупление за идолопоклонства которые совершили вместе под названием шиким и вот теперь внимание медраж танхума так и кстати говорил что пусть золото использовано скинь и скупит золото которое сделал идол и так далее любавический рэбе открыл намного более глубокую здесь вещь он говорил что слово шиким происходит от слова штус глупость то что противоречит разум и приводит к греху всегда мудрецы говорили что человек не согрешит пока не входит в него дух глупости трактаться так то хочет посмотрите это также видно в поведневной жизни человек грешит а потом ходит думает что такое натворил и понимает что дух безрассудства в него вселился когда он это делал любавический рэбе говорил что деревья шитим символизирует вот то что называется штус ди дукша то есть неразумной святости она искупает вот эту вот глупость которая была что такое неразумной святости чтобы изменить мир нужно сделать что-то иногда чтобы разуму не подвластно например там вот всякие посланники любавического рэба ездящие там в таиланда в какой-то в дремучей африке надо быть немножко сумасшедшими надо быть сумасшедшими чтобы отложить свое время сесть заниматься торой надо быть сумасшедшим немножко чтобы залезть в карман и отдать свои деньги кому-то надо быть сумасшедшим немножко чтобы потратить свое время и так далее и тому подобное да и поэтому всевышний открыл нам огромный секрет для того чтобы построить мешка чтобы превратить вот весь этот мир в жилище бога нужны вот такое служение выходящее за рамки здравого смысла и рэбе написал нам и раскрыл нам потрясающе интересную вещь бог принес эту неразумность наш мир потому что мир в нем нуждается невозможно изменить мир нормальным образом нормальные люди это конформисты которые ничего не меняют они идут вот в русле а миру нужна энергия святой глупости просто так сделать доброе просто так что-нибудь улыбнуться просто так кому не 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 знаю что здесь получишь что-то то 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 и вот это вот и скупит все что мы сделали просто так неправильно иначе будет очень сложно в этом мире еще одна вещь любавический рэбе научил нас что с помощью вот этого индивидуального мешкана который ты себе строишь себя как человека да который просто обязан каждый человек строить внутри себя строится всеобщий вот этот храм мы всем говорим всеми вот придет храм построиться этот храм состоит из маленьких храмиков и чем лучше твой личный храм тем лучше этот большой храм и так это все происходит знаете хафиз хам повторял когда до прихода машин оставалось еще много много веков что все попытки его ускорить терпели неудачу но теперь вот сейчас вот наше время каждая исполненная заповедь каждый поступок каждая митва это гигантский скачок по направлению к избавлению и надо запомнить что от всевышнего нас отделяет не время а духовная дистанция и она не имеет отношения тому в каком мире мы находимся в этом следующем здесь находится маша рабы ну или сейчас он ушел в другом мире для бога это вообще все равно небесное земное все равно тот кто не выстроил свою связь со всевышним здесь также далек от него в мире грядущем вот катастрофа поэтому надо строиться сегодня брахавы от слуха